Друзья, приветствую! Дмитрий из Ростова на Дону передал образцы масла Hyundai Premium DPF Diesel 530. Это среднезольное масло C3. Данное масло уже из данного автомобиля проверялось один раз, но там были приблизительно указан пробег. Здесь более уточненные данные. Тоже два пробега. Давайте посмотрим. Первым делом я проверю свежие. 101% противоизносных присадок. Блин, гликоля 0,2% откуда-то взялось. 8,1% щелочное и 2,03% кислотное. Я данные, когда создавал эталон, взял данные из лаборатории одного известного, самого известного ресурса. Здесь совпадение практически один в один. Единственное, гликоль. Непонятно. Но, кстати, это масло производит, по-моему, три производителя. И я проверял, сравнивал. Галтекс и СК. Отличия есть. Можно проверять отработку. Это Kia Sportage 2011 года. Двухлитровый турбодизель с объемом масляной системы 8 литров. Вот видите сами. Без доливок. Смотрите. Противоизносных присадок на первом образце 98%. Гликоля 5. Это, может быть, погрешность измерения. Тут какое-то граничное значение. Что обращать на себя внимание? Сажи 0,41% за 10 тысяч пробега. 3,7% кислотное. 3,5% щелочное. То есть масло по мощным нейтрализующим свойствам сработалось уже. 761 ppm воды. Это могло, может быть, связано с пробы, когда ее брали именно. В какой момент. Ну, а в остальном, в общем-то, видите, только здесь сработка по мощным нейтрализующим свойствам. Так, сейчас покажу вам, что произошло с вязкостью данного образца. Здесь в данном образце больше трассы, чуть больше трассы, чем во втором. Значит, Дмитрий указал среднюю скорость, но тоже она на глаз, не по БК, поэтому я не стал ее оценивать. Так, смотрите, разжижение для заявленной примерно 30 км в час очень высокое. 61% сильно масло разжижено. Я думаю, что здесь есть какая-то проблема с попаданием топлива в масло. Однозначно. Не сажей, а именно непосредственно топлива. Так, переходим ко второму образцу. Здесь больше города, это чуть более 9 тысяч километров. Тот же автомобиль, чуть больше пробег. 291,5 тысячи. Эксплуатировалось с июня по октябрь. Вот видите, топливо какое. Так, здесь у нас 105% по противоизносным присадкам, чуть больше. Но и сажи чуть больше на 0,03. То есть, видите, есть взаимосвязь между противоизноской и сажей. Так. Чуть ниже, 3,66 кислотная и чуть повыше 3,9 щелочная. Здесь еще минимальный запас есть, но в принципе его можно им пренебречь. Ну и воды поменьше. 3,65. Ну опять же, это там настолько небольшие значения. Вот, 1000 ppm для понимания это 0,1%. Здесь у нас, грубо говоря, 0,03% разницы. Так, сейчас давайте покажу вам, значит, по второму образцу, что произошло с вязкостью. Ну и можно будет уже какие-то, наверное, выводы делать. Да, здесь заявлено 25 км в час средняя скорость. Но тоже она приблизительная. Так, и смотрите, картина аналогичная. Здесь 60% разжижения. Ну, чуть пониже пробег. Город. Больше города, значит, здесь, повторюсь, видно однозначно, что топливо сильно попадает, ну, много топлива попадает в масло. Да, не забывайте, пожалуйста, отметить видео. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления. И смотрите, вот такая вот общая картина. Значит, первый образец, ресурс по нему 9840 км. Мощь и нейтрализующие свойства 18900 км по нитрованию оксида азота. Ну, вязкость, понятно. И второй образец. Здесь ниже средняя скорость. И также это отразилось на километраже 9400. То есть, можно сказать, то на то. Общая картина одинаковая. И по оксидам азота, по вязкости все одинаково. Я думаю, что здесь пробег, в принципе, серьезный у автомобиля. Возраст тоже такой, не мальчик, это автомобиль 11 лет. Я думаю, что, скорее всего, какие-то, может быть, прокладки в форсунках или какое-то уплотнение. И протекает, скорее всего, топливо протекает, прям даже между тактами. Может быть, капает, я не знаю. Ну, такое мое предположение, не судите строго. Может, кто-то здесь, специалисты-топливщики есть и могут поправить. Но именно топливо попадает в масло активно. То есть, я высказал свое предположение. Вроде как, Дмитрий озадачился вопросом. Начал проверять этот момент. Но здесь очевидно, что для, особенно, первый тест, где больше трассы, не должно такого быть разжижения колоссального. И повторю еще, значит, по гликолю, значит, в свежем. Один из зрителей присылал мне образцы, разные образцы данного масла из Краснодара. Разные есть производители. Там на этикетке можно увидеть, кто производитель. Есть СК, есть Галтекс. Я их сравнивал между собой, сравнивал с общим эталоном. Различие есть. Оно небольшое, но оно есть. По производителям можно сказать, что есть некое различие. По крайней мере, такие результаты у меня получились. Возможно, здесь тот эталон, который я изначально проверял, возможно, он был от другого производителя. Этот, вроде как, уточняли. Этот от СК. Ну и еще один момент. Я, в свете последних тенденций, сейчас все-таки изменяю щелочное по ГОСТу для отработки. Так, я считаю, что правильнее будет, корректнее результат. Вот здесь я ошибся. Здесь эстеры в масле присутствуют. И я поставил по ГОСТу для свежего 8,1 по результатам исследования ЛАБы. Вот поэтому, скорее всего, здесь чуть-чуть завышены показатели. Вот такой получился тест. Благодарю Дмитрия за предоставленные образцы, за поддержку канала. Все, кто посмотрел данные видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.